Джек разводится Белфорс, Северная Ирландия, 1999 год В ролях Дэвид Тьюлис, Рэйчел Гриффитс, Джейсон Айзакс, Лора Фрейзер, Ричард Гэмп, Лейн Нигл, Бруно Галагер, Китти Элдридж и другие Голосуйте за Бринна До выборов осталось 5 дней, не забудьте проголосовать Композитор Эдриан Джонстон Оператор Джеймс Велланд Сценарий Колина Бейтмана Старки Зайди ко мне Быстро Продюсер Роберт Купер Режиссер Дэвид Кэффи Ну хоть на первую полосу Если Майкла Бринна изберут, он в скором времени превратит Белфост в большой пилной завод Он возьмет на себя все наши заботы, а мы возьмем на грудь Что за бред? Я просто хотел... Майкл Бринн проспонсирует чаепитие для военных Я ведь себя с автоматом в одной руке и с сухариками в другой Что за дерьмо? За это дерьмо мне платят, я тебе за развлекуху плачу Но это ведь сатира Еще какая? Ради бога Старик Нужна независимая позиция Радостное такое видение, оптимистическое Мы поддерживаем Майкла Бринна Это генеральная линия Ты что, не в курсе? Он единственный, кто может принести на нашу землю мир Так вы напечатаете мир только потому, что нет ничего другого Но сделай мне одолжение, Эгнес Не трогай его какое-то время Поработай, как ты умеешь, принеси мне сенсацию Приложи ухо к земле Боже мой Вам плохо? Вы не могли бы немного отойти? Я работаю Я инспектор по гравию Министерства булыжников Ну вот Так лучше Я подумала, вы себе голову разбили А я как-то разбил Да, похоже Он опаздывает? Она Может, выпьем? У меня тут вино есть Значит, студенты сейчас вино пьют Почему вы решили, что я студентка? Такая выпендрежная навороченная бутылка свидетельствует о том, что вы пока не работаете Да Медицина? Ах, да Вы же не сделали мне искусственное дыхание Сидите тут одна Финансы? Знаю, знаю Крестьянская дочка Сельское хозяйство Садоводство Можно быть и садовником, но малым Непростым, Дороти Паркер Американская литература Нет? Геология Социология Биология Катрология Апология Искусство 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 Почему искусствоведы не смотрят в окно по утрам? Чтобы не видеть, что на учебу пора Дэниел Старки Дэн Старки, я читала вашу колонку в газете Ну и как вам? Смешно? Лучше, чем остальное дерьмо Лучше, чем остальное дерьмо Так напишут на моей могиле Вы, надеюсь, не собираетесь выпить все это сами? Собираетесь? Решил просто немного подпить Все нести легче будет Знаете что? Похоже, подруга ваша не придет Может, вместе пойдем? Так все свои Приятели, музыка, квартира Приятели, музыка, жена Я вижу, вы меня читали Так идем А жена? Вы ведь не один явитесь? Это же вечеринка Она мне доверяет Я же к вам не клеюсь Это пока не клеитесь Я никому не клеюсь Пошли Ну ладно, что я теряю? Разве что репутацию Хорошая девчонка Мы вывалимся в дверь Мой друг мышь нальет нам пиво А моя жена Патриция будет ждать на волшебном диване Почему волшебно? Потому что каждый раз, как мы на него садимся Мы занимаемся любовью Мы, правда, на нем давно уже не сидели Как ты, старина? Мышь Это твоя двоюродная сестра с тобой? Прости Маргарет Мышь, это Маргарет Маргарет, это мышь Где Патриция? Она не в лучшем настроении, да? Позаботишься о нашей гости? Конечно, я скоро Почему он зовет тебя мышь? Потому что Пока он не достал пистолет Ну, как семейная жизнь? Бывало и получше Знаешь Айзен здешний говорит Что это волшебный диван Пойду выпью Нет, нет Смотри Это же волшебный диван Даже не думай об этом На работе задержался? Кто-то ведь должен работать Привет Что это за соска? Не знаю Напкнулся на нее, когда шел по улице Маргарет, кажется, зовут Вечно сброд приводишь О ней позаботятся Хорошо, хоть не дюжну в привел Перестань Давай веселиться Потанцуй Нет Нет, да мне не в форме Смотри, какая музыка Пойдем Нет Пойдем Нет Ну же Ну давай Ну иди же Черт возьми Помнишь? Помнишь? Неплохо Сидер, еще пара таких бутылок, и ты просыпаешься в заблеванных тапочках и вот уже 6 часов, как беременная. Ты в порядке? Да. Может позвать Патрица? Нет, все нормально. Ну вот, мой второй я. Подвинься-ка. Мне отлить надо. Если мне не изменяет память, то в песне поется лучший момент в расставании, это когда тебе расквасили нос. Можешь не пихаться. Пойдем. Я живу недалеко. Нет, 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 нет. Мне нужно идти. Я вообще-то смертных грехов не совершала. Пойдем мы надолго, пока мисс Боббит не успокоится. Нет, 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 нет. Я... Ты же ко мне не клеился. А я и не клеился. Не собирался. Никогда не собирался изменять женю. По крайней мере, с теми, кого все равно вряд ли смог бы заполучить. Так вот, значит, как теперь студенты живут? Это моего отца хата. Мой дизайн. Есть хочешь? Да. В холодильнике пицца есть. Отлично. Не обращай внимания, он так тявкает только. Пэтч, заткнись и иди на место. Кто это на фотографии? Твой брат? Бойфренд? Бывший. Давнишний? Да. Но все еще часть твоей жизни. Да нет. Нужно вообще-то ее убрать. Слишком сентиментально. Он похож. Я его знаю. Патрик Киган. Грязный Патт Киган. Я целовался с той, кто целовался с Паттом Киганом. Не волнуйся, он тебя не замочит. Он в тюрьме. Я в курсе. Пограбил для ЭРА 33 банка. Погорел из-за внедрившегося агента. Ты есть будешь? Грязный Патт Киган. Король Конга. Самый опасный... Преступник в стране, я знаю. Много раз слышал. Думаю, мне пора. Правда, общественный транспорт в это время суток плохо работает. Казанова. Казанова вернулся. Привет. Это я. Надеюсь, ты хорошо повеселился с этой малолетней шлюшкой. Я уезжаю на несколько дней. Знаешь, мы в последнее время часто ссоримся. Слишком много бьем. Нужно будет сесть и подумать о том, чего мы хотим. Да. Тут еще звонил какой-то Чарльз Паркер из Boston Globe. Просил передать, что будет тебя в 12 ждать. Да, еще пластинку твою Sex Pistols. Анархия в Британии, что фунтов на 300 потянет. Я в тостере расплавила. Пока. Черт. Привет, любовничек. Микки. Нужно, чтобы твой материал сегодня стоял. Уверен, его жена ему те же слова говорит. Моя жена, по крайней мере, хоть что-то мне говорит. Привет. Привет, Джо. Патриция дома. Секунду. Привет. Ты в порядке? Если ты киваешь, то я этого не вижу. Нужно звуки произнести. Не смешно, Дэн. Большинство моих читателей с тобой не согласится. Твоему большинству жить с тобой не нужно. Перестань, Патриция. Девчонка ко мне целоваться полезна. Ты мне вмазла. Я по улицам слонялся. Извини. Возвращайся домой. Ты спал с ней, Дэн? Конечно же, я не спал с ней. Я весь в крови был. Я к мыши поехал. Рано залезывать. И... Ты сегодня работать собираешься? Я интервью беру. Интервью у кенгуру. Хватит, черт возьми трепаться. Делом займись. Но мышь... Спал. И... Патриция. Черт. Первое, что она спросила, был ли ты у меня. Черт. Не надо было тебе водиться с молодняком. Спасибо, мышь. Примок сведения. Надеюсь, ты так же принял сведения, что тебя вот уже... 30 минут, как этот американец ждет. Черт. Глаза дома забыл. Пошел ты. Старки? Да. Статья твоя в газете чушь полная. Спасибо. А мужу нравится. Хорошо. Правда, он дурак безмозглый. Понимаю. Но не настолько, чтобы такси водить. Да. Мне за баранкой сидеть приходится, а он боится в ящик сыграть. Сидит, понимаешь, дома, волнуется за меня. Или к пабе последние мозги проплевает. Одной из моих обязанностей в редакции было сопровождение иностранных журналистов. В этот раз до самого конца выборов на меня повесили Чарльза Паркера из Бостон Глоб. Чем могу помочь? Здравствуйте. У меня встреча. Чарльз Паркер, Бостон Глоб. Дэн Старки. Извините, что опоздал. Закрутился. Вот. Идемте. Закрутили, значит. Не делайте только неправильных выводов. Просто в Северной Ирландии почти нет чернокожих. Много оранжевых, много зеленых. Он, наверное, ждет, что вы достанете мачете и отрежете ему нос. Я уже позавтракал. Кажется, мы все пропустили. Не дай бог. По одному вопросу, хорошо? Пресса называет вас самым сексуальным ирландцем. Что думает об этом ваша жена? Спросите мою жену. После 12-часовых переговоров не очень-то сексуально себя чувствуешь. Господин Брино, вы не... Когда вы пришли в политику, то превратились из О-Брино в Брино. Не изменили ли вы своему католическому наследию, отказавшись от приставки О? Нет, просто избавился от лишних гласных. В этой стране слишком много значений придают приставкам. В моем случае О в начале фамилии автоматически предопределял нелюбовь и недоверие со стороны отдельных протестантов. Я обычный человек. Человек, который хочет мира. Чем меньше провоцирующего я буду нести в себе, тем меньше появится предубеждений. Мы ведь все этого хотим, ведь так? Хотим мира. Мистер Брин, с каким перевесом вы рассчитываете победить? Бог-то мой, даже репортеры хлопают. Видел одного евангелиста, считай, видел всех. Господин Брин продолжит ответы на вопросы в зеленом зале. Мой прогноз – блестящая победа. Забутулируя он свою харизму, продавал бы ее как шампунь. Всегда хотел узнать одну вещь об Орландии. Да? Чем отличается буш-виски от черного буш-виски? Четыре с четырех. Давай пятый. Джеймисонс. В Орландии кажется вкуснее. Для вас – это Северная Ирландия. Для протестантов – это Ольстер. Для католиков – шесть графств или Север Ирландии. А для британского правительства – провинции. А для вас, господин Старки? Для меня – это дом. Сначала вы. Вот и черное буш-виски. Ни хрена. Ни хрена. Ну, за мир во всем мире. Он вроде от взрыва пострадал. Брин? Брин. Да. Ира хотела взорвать ресторанчик, где полицейские обедают. Но там стенки были крепкие. В результате на воздух взлетели посетители ярмарки Чарльз Спеннил Клаб. Трупы собак, говорят, потом с деревьев снимали. Тринадцать человек погибло. Брин тогда сильно обгорел. Так все и начиналось. Да. Первые очки зарабатывал. И продолжает? Да. Работает на публику. А еще… Еще есть неплохие смеси. Олфи! Старке! Билли! Я спешу. Увидимся. Я не забыл твою писанину. О чем это он? Билли МакКурби. Один из командиров боевиков протестантов. Я что-то там написал о нем нехвалебное. А такие парни, как он в суд, не подают. Несколько месяцев глаз не сомкнул. Гримировался. Когда на улицу выходил. А тот? Второй? Олфи Стюарт. Правой рукаврина. А что это они вместе? Спорят о чем-то. Как и все в этом кретинском месте. Привет, дорогая. Это мама. Думаю заехать попозже, когда в бридж поиграю. У меня для тебя куча сплетен. Ну, до скорого. Пока. Хочешь с ним трахаться, можешь приготовить ему обед. Загляну завтра. Он просто обожает репку. Патриция. Патриция. Маргарет. Что? Патриция. Я думала, стреляет. Я должен извиниться. Хорошая картошка. Патриция наверняка купила самую лучшую. Что это? Папа подарил на день рождения. Поздравляю. Рано еще поздравлять. Папа просто будет занят. Вот и передал мне подарок пораньше. Каждый год он дарит мне что-то для культурного развития. Композитор от А до Я. Запись государственного оркестра Азербайджана. Да уж. Вот. Д для Дэна. Дарю. Маленький такой подарок. Я тронут. Никто еще не дарил мне двадцать шестую часть от своего подарка. Потом придешь за остальными. Значит, ты мне двадцать пять свиданий отмерила. Я люблю ее. Что-что? Просто хочу сказать, что что бы между нами не произошло, я люблю свою жену. Понимаешь? Понимаю. Ну, может, я могу любить двоих. Смотри, смотри. Ладно. Давай, парень. Сейчас сэндвичи. Сэндвичи. Закрыто. Болен варикозом. Закрыто. Болен варикозом. Я не могу. Удива, я не могу. И не могу. Закрыто. Астрос. Нет. Все нормально. Ладно, до встречи. Пока. Ну, наконец-то. Иногда нужно подождать, чтобы повкуснее было. Пожалуйста. А иногда ждешь, и тоже дерьмо. Сэндвичей не было. Пришлось пиццу взять. Что здесь, черт возьми, происходит? Маргарет! 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 Дво... 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 Что? Дво? Развод. Нет, нет. Нет! Джек! Джек! Разводится. Нет. Маргарет. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Убийца! Ты грязный ублюдок! О, Боже! О, Боже! Я сидел и думал о прекрасной Маргарет, о ее волосах и глазах, о том, как она целовалась и смеялась, о ее коже, которая пахла апельсинами. Она умерла у меня на руках. Что бы она теперь сказала? Если бы узнала, что я угробил ее мать, спустил ее с лестницы. Она умерла. Перестань. Я сидел и все думал о последних словах Маргарет. Развод. Джек. Кто же это Джек? Развод. Может быть, это Патриция? Надо ей позвонить. Или вызвать полицию. Кто-то убил Маргарет. Я убил ее мать. Господи ты, Боже мой. Итак, господин Старки, программа изменилась. Правда? Готовы к встрече со следующим премьером? Вы не бойтесь не знакомиться в темноте. И как вы такую музыку слушаете? Всего один звонок, и тебе говорят, приезжайте, он ждет. Денежки, наверное, любит. Да. Ты в порядке, старик? Похмели. Даже политбеседы с нашим частюлей не помогут. Да ладно тебе, Старки, дай парню шанс. Вы так долго сражаете, что забыли. Да что ты об этом знаешь? Извини. Тридцать три года вся эта бодяга длится. Потом приходит этот слюнявый со вставными зубами и несет банальщику. Все думают, как это ново, давайте за него проголосуем. Он такой же, как остальные, только рекламщики у него лучше. Что ты вчера пил? Черт, вы радио. Надо было кассеты захватить. Я-то думал, что еду в страну культуры и музыки. Черт, а в Джим Ривз. Ну, раз ты хочешь культуры. Черт. Черт. Чертов Джим Ривз. Документы, пожалуйста. Чарльз Паркер, Бостон Глэл. Дэн Старкет, Белфаст, Хивнинг, Ньюс. Хорошо, проезжайте. Ничего себе домик. Как жизнь Старке? Все еще скабрезненькие статейки из себя вымучиваешь. Точно, Олфи. Если ты честный рабочий, я тоже был таким. Если ты безработный, и меня не миновала такая участь. Если ты инвалид, я скажу тебе, что если вы меня не изберете, я прострелю себе ногу. Вижу, вы не знакомы с ранним творчеством господина Старке. Нет. Нет. Дэн, наконец-то. Большой ваш поклонник. Господин Паркер. Вы не представляете, что вы упустили. Бостон Глэл, не так ли? Да, сэр. Почему я хочу воспитывать его детей? Наслышан газета Клевлингского профсоюза, политеженедельник в Вашингтоне. Вижу, вы тоже подготовились. Прошу. Ну, приступим. Начнем с самого острова, а потом, если вы не против, выпьем чайку. Вы не против? Ваше отношение к смертной казни для убийц? Террористов? Убийство и есть терроризм. Не всякий терроризм и есть убийство. Вы играете со словами, сэр? Я играю с вопросами. Вы знаете отношение моей партии к смертной казни, Дэн? Вас не смущает тот факт, что вы сами сильно пострадали при взрыве. 20% кожи было обожжено. 30. 30. И вам не горько? Конечно, мне горько, господин Паркер. Горько из-за того, что вот уже 30 лет мы не можем положить этому конец. Вы не хотите отомстить, победить своих оппонентов? Господин Паркер, много людей погибло. Женщины стали вдовами, дети сиротами. Я преуспеваю. Я хочу, чтобы мой народ тоже преуспел. Думаю, я вас понимаю, но вам не кажется, что ваша программа похожа на построение утопического общества, общества всепрощения и света. Представьте себе, что вы победили, британцы ушли, что остановит католиков и протестантов и не даст им начать новую беспощадную войну. Просто, когда мы победим, мы примем такие законы, которые положат конец убийствам. У нас хватит мужества. Нет. Вы о военной диктатуре? Нет. Никаких перегибов. Я лишь хочу сказать, господин Паркер, что мы постараемся добиться того состояния, как у вас в американских фильмах. Мы за Эппи-энд. Мой основной принцип – это дать миру шанс. А как же с убийством Джона Леннона? Дэн. 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 Простите. Мне нужно на воздух. Не надо. Перестань. Пожалуйста. Мам, ты вся мокрая. Извините. Я подумал. Все в порядке. Мы тут шалим. Простите. Вы Дэн Старки, да? Да. Я ваша поклонница. Миссис Брин. Эгнес, а это Роберт. Зови меня, Боб. Ну, как дела, Боб? Вы уже побеседовали? Нет. Просто стало нехорошо. Вышел на воздух. Похмелье, да? Хватил лишку. Позавтракайте с нами. Не знаю. Нас не приглашали. Конечно же, приглашали. Пойдемте в дом. Роберт, пошли. Так вы на самом деле асоциальный тип? Вы о чем? Ну, там женщины, выпивка, скандалы. Ну, вообще-то я любитель выпивки, женщины, скандалов, но это не значит, что я асоциален. Если только не встречусь с вдрызг пьяной красоткой. Значит, мне нечего бояться. Так далеко я бы не зашел. Вы флиртуете с женой будущего премьер-министра. Это голосование пока что. Майкл, что случилось? Майкл, что произошло? Агнес, боже, боже. Что? Наш экономический советник Дэвид МакГэри. Его жена Эдна и дочь Маргарет. Их убили в Белфасте. Господи. Для этих людей нет ничего святого. Прости, дорогая, я должен идти. Я чем-нибудь могу помочь? Крепис. Поехали. Не успеешь в уборную зайти, как мир перевернулся. Старке! Что, черт возьми, происходит? Они сказали, в какой счастье Белфаста? Ты ведь местный. Давай, просыпайся. Наконец-то закрутилось. Все кончено. Ты абсолютно прав. Если он размотает этот клубок, значит, заслуживает победы. Кто думаешь, это сделал? Ира нарушил перемирие. Может, протестанты? Или сумасшедшая одиночка? Что-то не так? По-моему, за нами хвост. Да? Не так открыто. Где? Ни Японец и ни Фиат. Вон та Ауди. Неважно. Это лишь жалкие отражения британской автоиндустрии. Я тебе точно говорю. Жми на газ. Вот вам, ублюдки. Убью, суки. Быстрее. Черт. ДОЕЗДИЛЬСЯ, СОСУНОК. ДОЕЗДИЛЬСЯ, СОСУНОК. ДОЕЗДИЛЬСЯ, СОСУНОК. Ну, держись. Ты что это? Да ты же маньяк. Я из Нью-Йорка, малыш. Это именно закуска. ДОЕЗДИЛЬСЯ, СОСУНОК. ДОЕЗДИЛЬСЯ, СОСУНОК. ДОЕЗДИЛЬСЯ, СОСУНОК. ДОЕЗДИЛЬСЯ, СОСУНОК. ДОЕЗДИЛЬСЯ, СОСУНОК. ПРОСТОЕ ОГРАБЛЕНИЕ. Что, черт возьми, здесь происходит, Старки? Не успел я в туалет выйти два трупа. Потом кто-то пытается меня в кювет сбросить. Думаешь, это из-за статьи? Ничего подобного. Ты тут ни при чем. Хватит мне лапшу вешать. Если что-то знаешь, это боевики протестанты. Откуда знаешь? Во-первых, они облажались. Во-вторых, у одного из них на лбу буквы были. ПНХ. ПНХ? Папа Римского, нахрен. Вообще-то это прогресс. Обычно они даже ПНХ написать не могут. Но почему мы? Не знаю. Хорошо. Зато я знаю, что мою машину всю из решетелей. Я звоню в полицию. Пожалуйста, не надо. Нет выбора. Пожалуйста. Тебе приходилось делать неимоверно глупые вещи. Но я такое чувство, что только что собирался. Ну, как ты мог не знать? Не будешь же ты спрашивать у своей любовницы. А ты не дочь известного политика? Ну, ты же должен был знать ее фамилию. Не говорила она мне свою фамилию. Я вообще не должен приходить был. Хорошо. Ну, а эти головорезы зачем с тобой гнались? Говорю тебе, я не знаю. Мне нужно позвонить. Мелочь есть? Американ экспресс? У вас мелочи не будет? Извините, мелочи для телефона нет. Может, кассету купишь? Извини, на такую нудятину спроса нет. За фунт возьмешь? Не возьму. 50 пенсов. Звони в полицию. Старки, тебе же лучше будет. Не мешай. Джо, Патриция дома? Да, Дэн. Сейчас. Это Дэниэл, дорогая. Дай мне поговорить. Так, пока ты не начал, она сама напросилась. Господи. Говорят, что смесью затягивать не стоит. Бог ты мой. Патриция. Закидала ее картошкой. При чем здесь картошка? Я говорю об убийстве. Что ты кричишь? О чем ты? Подожди секундочку. Папа. Папа. Не двигаться. Патриция, положи трубку. Что? Что, что, что? Помолчи. Служба спасения с кем соединить? Со всеми, черт возьми. Убийство жены и дочери Дэвида МакГэрри повергло провинцию в шок. Потрясенный Майкл Брин побывал сегодня на месте преступления и побеседовал со следователями. Ни одна из группиров пока не взяла на себя ответственность за преступление, но, как считает полиция, процесс мирного урегулирования будет поставлен под угрозу, если не удастся выйти на след виновного. Журналистское расследование убийства семьи МакГэрри. Господи, зачем ты так со мной? Не может быть. Я же... Я же работал с ними. А что с Патрицией? Читай под заголовок, она исчезла. Родители нашли связанными. Это уже слишком. Ну, все, что я мог. Говорил с полицией. Они ничего не знают. Ты был в полиции, а не у меня. Очень удивлены, что убийца общался со следующим премьер-министром Ирландии. Я сказал им, что ты мне ничего не говорил, и что я не видел тебя со вчерашнего дня. И они поверили? Какая разница, тебя ищут. Ты шутишь? Купил в секонд-хенде, в трех кварталах отсюда. Сказали, это вещи с мертвой. Скальп, что ли, сняли? Нет, нет. Ничего не выйдет. Еще я поговорил с однокурсниками Маргарет в колледже. У нее был приятель по имени Джек. Это же Клеш. Джек, старина. Джек. Он в разводе? Откуда я знаю? Знаю я лишь то, что днем Джек работает коммердинером, а ночью играет в шоу Огибера. Сегодня он выступает в гостинице «Дельфин». Надеюсь, он знает обо всем этом больше, чем я, потому что я сам ни хрена не знаю. Полиция Нрауф приехала. Черт! Давай, Старки. Вверх, скорее. Слушай, скорее. Встретимся в «Дельфине». Восемь. Если получится, конечно. Проверьте комнаты. О, Боже. Добрый день. Черт. Толстяк недоразвитый. Надо убираться отсюда. Живее, живее. Проверить все комнаты. Есть. Оставьте на столе. Гостиница «Дельфин». Извини, друг, не видел тебя. А у тебя есть детки, любимая? Сколько? Двое. Кто они? Протестанты. Как приятно видеть столько такого здоровяка. Дела идут, старина. Все еще в качалке гири тянешь. Кто-нибудь видел мультик про собачку? Да. А вон и собачка. Там, у вара. Ну, а теперь самое интересное. Встречайте нашим дельфинским приветствием легендарного Гиблета Огебера. Добрый вечер. Так вот, жил-был один американец. Приходит он как-то в пивка попить. Старке, извини, я опоздал. Это Макубри. И снимьте ребята, что за нами, Меллис. Не сейчас. Тебе что, в морду захотелось? Это еще кто? Извини, извини. Отвали, потом расскажешь. Вали отсюда. Я в гостинице Европы на Клинтоне. Жду. Я его не знаю. Кто лежит в ожогу на центре Белфаста? Сапера добровольческой армии. Не считая, конечно, присутствующих. Знаете, а вы не понимаете шуток. Понимаете? Не понимаете? Вообще, конечно, за все, что здесь говорится, мои ноги ответственности не несут. Есть, правда, печальные новости. Три боевика Ира трагически погибли после того, как их машина слетела с дороги и врезалась в дерево. Дерево посадили боевики добровольческого фронта. На этом прощаюсь. Спокойной ночи. Еще раз поприветствуйте Гибблера Огеберри. Давайте ему похлопаем. Отлично. Кто-нибудь любит музыку кантри? Джек, мы можем поговорить? Менеджер внизу. Пожалуйста, это важно. Да пошел ты. За что? Пока не за что. А это за Марго. За что ты убил ее, Джек? Я ее не убивал. Это тот подонок, Старки. Это я, Старки. Кретин безмозглый. Ее последние слова перед смертью были о тебе. Господи. Ну зачем ты убил ее? Я не убивал. Клянусь богом. Я ее несколько недель не видел. А что она сказала? Она умирала. Сказала, Джек и развод. Развод? А я тут и при чем? Не знаю. Пытаюсь понять. Гибблит, открывай. Это он. Это Старки. Я держу его. Гибблит, что ты там делаешь? Открой эту чертову дверь. Гибблит. 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 О, господи. Я нашел Старки. Скорее. Давай сюда калашников, Билли. Нет, это мне. Мне. Ты в тот раз брал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ради Бога, помогите. Убирайся. Гони. Господи. Боже, милостивый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, сестра. Шел бы ты со своей сестрой в задницу. Всю машину мне кровью перепачкал. Позвольте узнать, с какого вы прихода? Судя по разговору, вы не из кармелитов. Заткнись и перевяжи ногу, чтобы кровь остановить. Я не могу. Тут за углом больница королевы Виктории. Мне нельзя в больницу. Хочешь кровью истечь? Нельзя мне. Ну, скажи мне, что ты террорист. Давай, говори. Весь вечер ко мне на вечеринке клеились, а теперь еще бандит у меня в машине сидит. Послушай, я не террорист. Понятно? Скажу тебе всю правду. Меня зовут Дэн Старкер. Меня ищут. Из-за двух убийств, которые я не совершал. За мной гонится и рай, добровольческий фронт и ольстерская полиция. Моя жена исчезла. Я только что одному комедианту по морде съездил, а потом мне за это ногу прострелили. Я тут умираю, черт возьми. Пожалуйста, помогите мне, сестра. О, Господи. Боюсь, что придется ампутировать. О, что? Без паники. Черт. Кость не задета. Крови ты много потеряла, но зато пуля прошла на вылет. Я наложила швы. Что за черт? Стриптизерша монашка. Ночью медсестра днем. Думаю, ты в курсе, сколько медсестрам платят. Твое фото во всех газетах. О, Господи. А у отца той девушки, что ты не убивал сердечный приступ, он в реанимации. Час от часу не легче. Спасибо, что не сдала меня. Я статьи твои читала. Пишут, что ты жену свою похитил. Она у меня в кармане. Так пишут. Конечно. Извини, извини. Смотрю вот на тебя. Флорентийский соловей. Флорентийскому соловью предстоит на протяжении 12 часов дерьмо убирать. За всякими ублюдками. Сейчас я бы от такой работы не отказался. Я ее уже за тебя вчера сделала. Отдыхай. До скорого. Не терзайся. У тебя нет музыки повеселее. Это дворжик. Чем тебе дворжик не нравится? В этой музыке есть что-то божественное. И гораздо сексуальнее, чем Моцарт. Ты что? Кто ты? А ну слезь с меня. Что тут происходит? С кем ты? На кого ты работаешь? На чертов Минздрав. Я медсестра, Дэн. Вот те слова. Какие слова? Те слова, которые Маргарет перед смертью произнесла. Ничего я не говорила. Ничего такого. Джек. Развод. Джек. Ты сказала. Дворжик. Дворжик. Музыка. Композитор. Черт возьми. Извини. Пошел ты. Извини меня. Я полный идиот. Какой же я, черт возьми, идиот? Неблагодарная свинья. Прости. Я тебе поверила, а ты... Я думал, ты... Я думал, что... Это человек Джек. Господи. Это же кассета. С чертовой классической музыкой. Я же ее продал за 50 пенсов. Не надо, не глуши. Они здесь монашек не жалуют. Сначала булыжник бросить, а потом уже заговорят. Я не вчера родилась. Извини. Я все думаю о тебе, как о монашнике. Девственной и незащищенной. Ты ошибаешься. Я могу тебя подождать, если хочешь. Тебе что, приключений захотелось? Просто хочу помочь, Дэн. Вон, сколько на тебя навалилось. Ты и так мне очень помогла. Грязный развратник. Лучше я пойду. Вы отвратительны. Пошла ты. Сам пошел, урод. Вам помочь, сэр? Не нужно. И я художник. Дэн, как ты? Ничего. Старк, я... Все против тебя ополчились. Да, я знаю. Что это? Что это за запах? Это у меня казус вышел. Простите. Джин с Тоником. А ты что будешь? Значит, это ты, Старки. Очень мило. Прости, старик. Не было выбора. Я Киган. Под Киган. Грязный Под Киган? Да. Я думал, ты в тюрьме. Выпустили. За хорошее поведение. Это мои коллеги. Бешеный пес. И Фрэнки. Все еще, Ира. Все еще. Думаешь, Ира такие костюмы носит? Ты на своего приятеля зла не держи. За то, что он тебя сдал. Мы, знаешь ли, очень занимательно день провели. В ирландскую рулетку играли. Опять проиграл. Кстати, Старки. Я так понимаю, ты мою девушку убил? Что закажем? Я не голоден. Господа, могу предложить наше специальное блюдо. Эскалоп в тесте. Готовится вместе с хлебом и сухариками. Подается с щавелевым соусом. Принесите нам тостов с вареньем. Мы немного другой ресторан, сэр. Хлеб у вас есть? Конечно, сэр. А варенье? Ах, вот вы о чем. Ну так что? С малиновым или клубничным? С каким тебе больше нравится? Сию минуту, сэр. Ну? И где кассета? Кассета? Ты ведь не будешь мне лапшу на уши вешать, Старки. Скажи мне, где кассета, и я постараюсь, чтобы без свинца обошлось. Простите, но я не понимаю, о чем вы. Очень жаль, знаешь, боль очень хорошо стимулирует память. Может, пойдем? А как же тосты с вареньем? Помню, один у нас тоже не хотел говорить. Мы на скалу его привезли, глаза завязали, и в затылок ему пулю всадили. Зачем же глаза завязывать, если в затылок стреляли? Это мы себе глаза завязали. Как сейчас помню. Минут двадцать его укокошить не могли. Старки, ради бога, скажи им! Господи, Старки. Старки, Старки. Нет у меня этой чертовой кассеты. Хорошо, Старки. Я тебе сейчас помогу. Я буду считать до трех. Если не скажешь, где кассеты, то на счет три. Старки, бедняга Паркер отправится в полет. Понятно. Скажи ему, Старки. Раз. Это бессмысленно, у меня ее нет. Старки. Два. Хорошо, хорошо. Я ее продал. Я ее продал. Три. Нет. Быстрее, чем птицы. Тринадцать этажей за четыре секунды. Подонок. Перестань мне мозги полоскать, Старки. Отдай пленку. Можешь себе эту кассету в задницу засунуть. Думаю, в мою задницу она не влезет. Но я, кажется, знаю, в чью могла бы. Выводи ее. Привет, Дэн. Ах, ты ублюдок. Хорошая у тебя жена Старки. Особенно в постели. Патриция. Ты хорошо. Дэн, спаси меня, Дэн. Нет, 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 нет. Смотри, красотуля, там Фрэнки Паркера от асфальта отскребает. Не надо. Ты прав, Старки. Но это ведь забавно, правда? Хороший повод посмеяться. Да ты больной. Спасибо. Раз. Нет у меня кассеты. Она у меня была. Два. Послушай. Была, но я ее продал. Я не знал, что на ней. Я и сейчас не знаю. Это запись Дворжика, черт возьми. Нет, я продал ее продавцу подержанных кассет в Бангаре. Клянусь Богом. А теперь... Отпусти ее. Правда? Правда. Отпусти ее. Пожалуйста. Я ведь тебе рассказал. Рассказал. Дерьмо. Дерьмо. А ну, тихо. Помогите, чем можете, чернокожим деткам. Не сейчас, сестра. Мы за ним. Ли. А ну, брось. Я сказала, брось. Это? Глухой, что ли? Теперь вынь свой чертов пистолет и брось на пол. Быстро. Я оружие не ношу. Костюм от этого плохо сидит. От этого тоже. Развяжи скорее. Кто это, черт возьми? Не сейчас, Патриция. Ну что, уже не смешно? Ты ведь не дашь ему это сделать, дорогая. После всего того, что между нами было. Я запала на тебя, а ты упадешь на землю. Итак, насчет кассеты. Что на ней? Я не знаю, что-то важное. Раз. Господи. Стой. Макгарри хотел за нее сто штук. Платить я не собирался, но вот послушать хотел. Вот и все. Я не могу дышать. Я не могу дышать. Два. Подожди, Старки. Там записано что-то о Брине. Что-то, что поставит крест на его компанию. Это все, что я знаю. Зачем Макгарри отдал ее Маргарет? Ему платить не хотели, вот он и спрятал пленку. Он жадный дурак. Она из-за него умерла. Ты ее убил? Нет. Только не Маргарет. Ее бы не смог. И я любил ее. Тебе не жить, запомни. Вот только выберусь. Подожди, Старки. Послушай. Что мне сделать, чтобы ты передумал? Научиться летать. Три. Не надо. Не надо, Дэн. После того, что он с тобой сделал? Это не было изнасилованием, Дэн. Если ты это сделаешь, то станешь таким же, как он. А ты не такой. Она права. Ты не такой. Это что, такой комплимент? Вот видишь? Скорее, вытаскивай меня. Старки, ты же против насилия. Дэн, если нас прослушивает, то шепчи. Хотя все равно не поможет. Никто нас не слушает. Дэнни, бой. Мне нужна машина. Жду тебя. У обезьяньего дерева ровно в девять. Да, но Дэн... К обезьяньему дереву. Обезьяньему дереву? Нет никакого обезьяньего дерева. Сегодня выбор. Знаменательный день в истории Белфаста. А я в это время прячусь под деревом. Мы здесь выпивали, когда были помоложе. Думали только о том, где выпить и с кем переспать. Мышь. Когда мы умирали от похмелья. Мышь. Мышь называл это обезьяним деревом. Хотя никакие обезьяны тут ни при чем. Просто он так говорил. Еще тогда он придумал мне кликуху. Дэнни, бой. Мышь. Мышь. Говорил, не води с молодняком. Машину достал. Автоматическая коробка. Хотя на интеллированном бензине. Бензин и полбака. Под головой Джорджа Беста найдешь три доверенности. Может расскажешь, что происходит? Нет? Или куда ты едешь? Нет? Дэн. Ты ведь не делал всего этого, о чем пишут. Мышь, перестань. А что с Патрицией? Ты об этой Патриции. Господи, Патриция. Я думал... О, Господи. Не сейчас. Да, но она... Послушай. Ты можешь присмотреть за ними, спрятать их, пока я со всем этим разгребусь? Конечно. Спасибо. Для того и дружба существует. Ты не обязан это делать? Да, я знаю. Но кто-то ведь должен. И этот кто-то тоже парень хороший. Ты у меня парень хороший. Да, я бываю в ударе. Эти губы, мои губы. Я к ним вернусь. Он вернется. Я ему не сказал, какая у меня машина. Коллекционная, что ли? Да нет, обычный хлам. Просто... Это моей матери кассета. Она у меня сентиментальная. Памятные вещи, все такое. Это не с викингами там всякими. Да, это она. Куда я ее задевал, никак не вспомню. Может, это поможет. Начинаю припоминать. Но пока как-то все в тумане. Мне нужна эта чертова кассета. Или ты мне говоришь, или я тебе коллекцию Энгельберта Хампердинга в задницу засуну. Хорошо. Хорошо. Господи. Священник купил ее за несколько фунтов. Как его имя? Он не выписывал чек? Не знаю. Не знаю я ничего. Просто проходил мимо, сказал, что из Кроссмахарта. В начале 70-х, когда Белфаст охватила волна насилия на религиозной почве, как будто в голову пришла гениальная мысль. Выселить целые общины за территорию города, дать им дома и трудоустроить на государственных предприятиях. Хотя, конечно, чуму нельзя вылечить, переселив больных в незараженные районы. Кроссмахарт стал таким же опасным и жестоким, как и весь Белфаст. Во многом благодаря усилиям грязного пата Кигана. Немногие здесь проголосуют за Майкла Брина. Отец, я здесь из-за кассеты, которую вы на днях купили в Бангаре. Кассеты? А, той, что я купил на рынке. Да. Дело в том, что вам ее продали по ошибке. Это кассета моей матери. Ах, вот оно что, вашей матери. Да, понимаю, понимаю. Она стала быть знакома с Майклом Брином. Вы ее прослушали? Конечно. И даже если голоса не подсчитаны, у нашего господина Брина большие проблемы. Каково это, взорвать бомбу? Они сказали, я стану героем. Пятьдесят копов на тот свет отправил. Лучше не бывает. Я-то думал, дело в другой женщине. В неосторожном звонке. Или в другом мужчине. Идешь, как всегда, на работу. Никто и не догадывается, что ты будешь закладывать бомбу. Он заложил бомбу в полицейский ресторанчик в гостинице Конвей. Взрыв произошел раньше времени. Он из Ира. Погибло 13 ни в чем не повинных людей. Ты пойми, это как наркотик. Черт. Это уж точно. Потом я увидел этих обожженных людей. А стрелять в людей тебе приходилось? Нет. Не самому. На курок я не нажимал. Отдавал приказы? Дэвид, пойми. Я увяз в этом дерьме. Это как наркотик. Один раз. Добрый день. Привет. Не шумно здесь? Да, здесь только в празднике столпотворение. Все письма шлют. Чем могу помочь? Отправьте это первым классом. Боюсь, что можем только вторым. Ориентируемся на постоянных клиентов. Незавидные у вас клиенты. Вы же их не видели. Валом должно быть к вам валят. Как раз наоборот. Что-нибудь ценное? Нет. Точно? Да. Доставка с регистрацией? Нет. Может с доставкой на следующий день? Просто отправьте ее. Хорошо. С доставкой на следующий день. С доставкой на следующий день. Без проблем. С вас три двадцать. Держите. Чек нужен? Нет. Вы уверены? Нет. Значит, не уверены? Уже посылай ее, черт возьми. Как угодно. Доктор Живаго? Да. Отличная книга. Фильм видели? Нет. В конце он умирает. Ищешь его, ищешь. Руки вверх подними. Ладно, опусти. Будь естественным. Тихо. Ну что, почта для меня есть? Всего одна бандероль. Ладно, пока. Давай. Где кассета? Какая кассета? Ну какой тебе в этом смысл? Только мозги себе повредишь. Это как? Пойдем, я покажу. Давай в машину. Мне за руль. Давай ключи. Ты не застрахован. Давай, черт возьми, ключи Старки. Давай. Ты сам себе все время вредишь, Старки. Да. Кассета это больших денег стоит. Даже не думай об этом, парень. Как жизнь, бешеный пес? Вот так раз, Дэниел. Отчего же люди сходятся? Что? Я и Маргарет. Ты и Маргарет. Ты и твоя жена. Я и моя жена. Думаю, чтобы круг замкнулся, ты теперь должен переспать с моей женой, но... Я бы не советовал. Не красавица? Послушал кассету? Теперь я думаю, ты понял, как сильно он хочет ее заполучить, и то, что мне она тоже необходима. У меня ее нет. Рада. Давай не будем ходить по кругу Старки. Ты знаешь, Диана. Вот что ты сделаешь. Я хочу, чтобы ты встретился с Майклом Брином. Скажешь ему, что у меня есть пленка, где он признается в том, что взорвал гостиницу у Коновой. Скажи, что завтра ровно у 12 он должен быть в Сайлент-Вэлле с миллионом фунтов. И чтобы был один. Ты, разумеется, тоже будешь там. И принесешь кассету. И тогда мы все втроем устроим небольшой праздник. И с какой стати я должен все это делать? Потому что я хочу, чтобы завтра ты был там. Иначе мне придется самому найти кассету, и бешеный пес будет пытать тебя. Возможно, он запытает тебя до смерти. Итак, ты будешь там? Ладно. Пытайте меня. Зачем тебе его покровать? Господи. Это же смешно. Журналист, который идет на сделку со своей совестью. Если он что сделал, это было давно. Иногда нужно видеть ситуацию в перспективе. Вот что я тебе скажу, мой принципиальный друг. Я помогу тебе решиться. Ты хоть понимаешь, что если бы не это маленькое одолжение, о котором я прошу, ты бы был уже мертв. Понятно тебе? И не только ты. Видишь ли, где-то полчаса назад взяли твое... Нет, нашу прекрасную Патрицию. Монашку с пистолетом. И еще одного малого известного под кличкой Мышь. Они у моих людей в Белфасте. Как тебе такая перспектива понравилась? Не так уж ты умен, как думаешь. Я никогда не говорил, что умен. А что, если меня арестуют? Если узнают? Уверен. Ты прорвешься. Обо всем договорено. Мышь, Дэн, перестань порчить из себя герои. Делай, что они говорят. Тысячи избирателей пришли сегодня, чтобы проголосовать за будущее Северной Ирландии. Это была Кристин Бликли с 12-часовыми новостями. Как передает в BBC, Майкл Брин вырвался в избирательные гонки далеко вперед. Черт, а вы, Джим Ривз. Черт, а вы, Джим Ривз. Черт, а вы, Джим Ривз. Эскорт за тобой прислали. Назад. Когда я говорю назад, то имею в виду багажник. Залезай. Миллион грязному пату Кигану на безлюдном шоссе в полдень. Теперь ты понимаешь, почему я не притрагиваю с калкоголя. Всего один пьяный разговор с Дэвидом МакГэрри. Он был моим лучшим другом. По крайней мере, я так думал. Мужские откровения. Мы рассказывали друг другу все, а он записывал. Настоящий адвокат дьявола. Это что, коктейль такой с яйцом? И вправду, гадость порядочная. Чрезвычайно остроумна. Смех перед лицом смерти? А в этих вопросах ты эксперт. Это правда. Ошибки молодости преследуют меня. Я страстно любил Ирландию. Я горел за Ирландией. Ты когда-нибудь слышал слова вина, раскаяние? Вся наша жизнь вина. Вся наша жизнь раскаяния. Я ошибался. Я исправлял ошибки. Я хочу все исправить, Дэн. Понимаешь? Была бы лишь возможность. Пленки у него нет, так? Если бы она у него была, он бы тебя ко мне не послал, связался бы напрямую. Она у тебя. Что он тебе пообещал, Дэн? Деньги или что-то еще? У него моя жена. Да, понимаю. Мне жаль. Я едва ее не потерял. Теперь буду умнее. Дэн, послушай меня. Если он получит пленку, стране грозит хаос. Десять тысяч человек погибнет. Я это гарантирую. Ты возьмешь на себя такую ответственность? Одна жизнь взамен десяти тысяч. Ты бы принес в жертву свою жену. Сними батинки, Роберт. Зачем они ведь не грезные? Иногда приходится жертвовать личными интересами ради общественных. Давай, козел, проваливай. Надеюсь, он не сделает тебя министром транспорта, Олфи. Не умничай. Роберт. Субтитры сделал DimaTorzok Всего 6 часов утра, поверить не могу, что я встал так рано Слушайте 6-часовой выпуск Ольстерских новостей Вся страна с нетерпением ждет сообщения о том, что Майкл Брин избран премьер-министром Подсчет голосов продолжался всю ночь Лидеры националистических организаций ожидают оглашения результатов голосования в счетном центре Бесспорный фаворит избирательной гонки Майкл Брин, между тем, находится дома вместе со своей семьей Майкл Брин остается бесспорным фаворитом даже вне зависимости от того, кто будет избран премьер-министром Он представитель нового мышления, с его приходом в политику началась новая эра в истории Северной Ирландии Северной Ирландии Северной Ирландии Только ты еще знаешь, как их взрывать Перестань, Майкл Бомба есть бомба Тем более, посмотри, какую карьеру я тебе обеспечил Я просил тебя одного прийти Я помню Но дело в том, что я теперь не так наивен Небольшая аморальная поддержка, знаешь ли Пленку принес? Деньги принес? Забавно это все Ты убил малышку Маргарет, а ее любовник теперь из дерьма тебя вытаскивает Ты... Нет Это мои ребята перешли черту И отец предал нас Возникли проблемы, ситуация вышла из-под контроля Но теперь главное для нас Это индивидуум Индивидуум? Эти индивидуумы пришли голосовать за тебя Индивидуумы отдали свои голоса, чтобы ты пришел к власти Я, черт, возьми индивидуум Ты индивидуум Собачка из мультик «Волшебная карусель» тоже индивидуум И вы оба тоже Вы тут готовы гражданскую войну начать Только потому, что вам плевать на индивидуумов Индивидуумы Да, мы поняли, Старки Так что заткнись Нет Давай Заткни меня Все равно вы меня убьете У вас двоих одна и та же проблема Для вас все Цифры Миллион фунтов Десять тысяч трупов Тринадцать скелетов С цифрами Все очень просто Это ведь не люди Цифры ни о чем не думают Не пьянствуют с друзьями Они не бросают картошку в чьи-то там окна И они не целуют вас в последний раз Что? Вас всех Понятно вам? Оказывается, в каждом писаке Такой маленький философ сидит Пошел ты, премьер-министр Ну, как тебе борьба за мир в действии? Разговоры разговорами, а дела делами Плачу тебе в первый, в последний раз Решишь повториться, раздавлю Давай, пересчитывай Все в порядке, Майкл Я тебе доверяю Теперь давайте пленочку послушаем А то вдруг это не та совсем Я был одним из них Господи Долгое время я хотел умереть Таких, как Майкл Брин Я и не припомню Все игры, игры Всегда любил эти твои Игры Что со Старкой? Хочешь, чтоб я его забрал? Не надо, Майкл Я сам о нем позабочусь А ты говорил, батареек надолго хватит Готов поспорить, ты рад, что с ними не уехал Старки Давай только без эмоций Босс Долг платежом красен, Дэнни Бурь Оставь его Ты жив только потому Что если ты испытывал к Маргарет Хоть десятую долю того, что испытывал я Ты напишешь о ней О том, кто убил ее и почему Люди должны знать, каким он был миротворцем Нет Нет Открывай Только посмотрите Твою мать Ты спал с ней, Дэнни? Дэн. 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 Патриция. С ней все хорошо, все хорошо. У нас всех все хорошо. Дэн, они все знают. Ты только не волнуйся. Они все погибли. Там такое творится. А с другой стороны, хуже уже не будет. Мне пора. Пойду дерьмо убирать. Спасибо. Я в жизни столько не веселилась. Черт! Мы бы предпочли, чтобы вы не писали. Это понятно. Вы должны подумать о стабильности в стране, о возможном резонансе. Вы закончили свое обращение? Да. Меня в чем-то обвиняют? Пока нет. Тогда проваливайте. Ее Величество просило убедить вас, чтобы вы не писали. Меня сделают герцогом? Нет. Или графом Монте-Кристо? Нет. Тогда пусть катится ко всем чертям. Дэн, Дэн. Дэн, вы были любовником Маргарет МакГерри. Дэн, скажите, Майкл Брин в этом замешан? Ну же, Дэн, расскажите нам. Без комментариев. Дэн, что вы почувствовали, когда с вас сняли обвинение? Как ты, черт возьми? Твою физиономию по ящику только и показывали. Муж говорит, звони скорее копам. Скажи, что подвозила его. А я ему, Билли, заткнись. Заткнись, Билли. Спасибо. Вечером снова ужином готовить. Сам он даже яйца не сварит. Приходится оладьи ему жарить. Только их он и жрет. Что же я напишу? Может, о любви и предательстве. О войне и мире. Или о Паркере, отправившемся в полет. Или о Маргарет. О том, как всего несколько минут могут изменить всю твою жизнь. Брошу нафиг эту работу. Богом клянусь. Одна надежда. Это будет лучше, чем остальное дерьмо. Ну, как семейная жизнь? Знаешь, хозяин здешний говорит, что это волшебный диван. У меня, где билось. О тайной местечко. О тайной местечко. Я не ловил. Я не ловил. Я не ловил. Я не ловил. Слейка.